Привет, с вами Огни и Огонек. Гринч попросил меня озвучить серию инструкций к программе HLDJ. В этой серии мы рассмотрим инструкцию Counter-Strike Source, Steam-версии. Тут не должно возникнуть особых проблем. Первонаперво нам нужно скачать саму прогу. Под любым видео есть ссылка на официальный сайт Ракования. Заходим, в выпадающем меню выбираем нужный нам пункт. В этой серии нужно выбрать для KSS Steam. Тут также имеется картиночная версия инструкции, на тот случай, если по видео не сможете сделать. Ссылка на прогу внизу страницы. Скачиваем и распаковываем в любое место на диске, но желательно без русских букв в пути. Запускаем программу. Первый запуск программа вам предложит автоматическую настройку. Не соглашайтесь и жмите No. Указываем путь к игре вручную. Жмем Setup. Шестеренку. Тут опять No. И далее Add. Зеленый плюсик. Сперва вводим название игры. Там все, что хотите, можете написать. Это ни на что не влияет. Потом в поле, где нужно выбрать звуковой движок для KSS, выбираем Source. Теперь настраиваем клавишу проигрывания. Клавишу, которая непосредственно включает звук в игру. Ставьте F1. Быстро и удобно. В поле Game Directory указываем путь к вашей игре. Для Steam'овской CS выбираем вашу папку со Steam'ом, Steam Apps, ваш логин, потом Counter-Strike Source и папку C-Strike. Кнопка OK должна активироваться. И последнее поле, Audio Directory, указываем путь к папке с треками. Ссылку на треки можно найти под любым видео с канала Гринча или в группе Ракования. Но в любом случае все архивы хранятся на официальном сайте Ракования. Тут же есть слайды с персонажами. Выбираем нужного нам персонажа и переходим на страницу с ним. Архивы со звуками внизу страницы. Нам нужны звуки для KSS. Скачиваем их и распаковываем в любое место на диске без русских букв в пути. Вернемся к программе. Там, где нужно выбрать аудиодиректорию, выбираем папку со звуками. Жмем OK. Потом еще раз OK. И еще раз. И запускаем игру. Нажимаем на зеленый треугольник. Как запустится игра, открываем консоль. Пишем LA. Если высветится список треков, значит программу мы настроили правильно. Далее идем на сервер с людьми, так как с ботами на собственном сервере не работает. На данный момент почти на всех серверах программа работает. Если нет, то ищем любой другой и заходим. Порядок воспроизведения звуков. Консоль, LA, номер трека, Enter. Закрываем консоль и жмем клавишу проигрывания. То, что назначили в программе. Там было F1. Жмем. Мы должны услышать звуки, увидеть наш ник и значок микрофона. Теперь забиндим быстрые клавиши. Если нужно быстро переключить на следующий трек, то биндим вот так. Bind. Любая кнопка. Heldjn кавычек не требуется. Если нужно забиндить конкретный трек, пишите bind, любая кнопка, номер трека. Кавычек тоже не надо. Необходимо также забиндить быстрый список. Для этого вводим bind, любая удобная кнопка, toggle console LA. Кавычки обязательно нужны. Лучше скопируйте, чтобы ошибок не было. Важно запомнить, что эти команды не включат сразу трек, а только поставят его в очередь. Клавишу проигрывания, которую назначили в начале программы, все равно придется включать. Удачного рокования! Подписывайтесь на канал Арсенала и на мой тоже. Ссылки в описании.